Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вполне современные молодые люди Дима, у тебя очень яркая Необычная внешность Я бы ни за что не подумала, что ты учишься на фольклоре Вот если бы так случайно Тебя где-то встретила И есть такая история Ты сейчас на третьем курсе учишься Это правда, что на вступительном экзамене Вместо того, чтобы спеть народную песню Ты прочитал рэп Да, это правда Собственного сочинения? Да А ты можешь что-то сейчас продемонстрировать Для нас, для наших телезрителей? Да, своего же сочинения Чтобы наши телезрители и мы тоже представили Чем ты вообще занимаешься Да, мам, фольклор Давай, пожалуйста И до утра она шторы закроет Чтобы никто не видел Как она ночью проводит Сжигая мосты от обиды А как расцветает Она включит мой трек Запоет мимо нот Старое платье накинет Которому не один год Взяв бутылку портвейна босиком Она кружится в вальсе Ее ничто не волнует Она будто бы в трансе Эта девочка лед Платье нуары Божественный шарм Бликий фартик машин Полетела больная душа Классно, здорово Это так интересно Слушай, Дима Что-то наши педагоги В тебе рассмотрели Как в творческой личности Ты сам пишешь стихи Да Ну вообще, на самом деле Сейчас Дима раскрылся для меня Можно сказать с новой стороны Потому что я даже представить не мог Что фольклорист может Вот так вот сочинять рэп Ну, конечно, совсем другой образ у тебя Совершенно иной, можно сказать Прям настоящий фольклорный Образ, нежная, душевная девушка Вот ты нас с Олей вообще зацепила Прямо в первый же день Когда я исполнила одну песню И мы такие подумали Боже, какая она душевная Да, такое ощущение, что Когда ты поешь У тебя прямо из сердца льется песня Расскажи, пожалуйста Что тебя привело к нам В музычилище, на отделение наше? Ну, я пою с детства И мне это очень нравилось Знакомые говорили Почему бы тебе не поступить В музыкальное училище? И я после этого начала мечтать А кто был твой вдохновитель? Моим вдохновителем являлась моя бабушка Она знает много песен? Да Ее зовут Нина Сергеева Нина Павловна Она замечательно, очень красиво и душевно поет Чувашские народные песни Здорово, у тебя уже есть материал для дипломной работы Потому что нам придется собирать Да Да, как раз Ну, кстати, как раз теперь-то и понятно Почему Камила решила прийти именно на отделение Сольного и хорового народного пения Если она с самого детства знакома с народными песнями То, наверное, это оставило свой прекрасный след Насколько я понимаю, ты с Вурнарского района Да, я с Вурнарского района Это очень интересная территория Просто там проживают и верховые чуваши И среднесовые Это классно Ну, вообще у нас ритм жизни, надо сказать, очень такой насыщенный, вешенный На самом деле, я вот как вспоминаю, сколько часов мы проводим за репетициями И иногда бросает немного даже в холод, можно сказать Потому что кто бы мог подумать, что можно репетировать так много и совершенно без выходных Ну, это, конечно, у нас неспроста, мы ведь готовимся к юбилею Да, кстати, пользуясь случаем, дорогие телезрители, мы хотим вас пригласить на большой юбилейный концерт В наше музыкальное училище, 16 ноября, 17.00, пожалуйста, приходите Да, нам ведь 30 лет, будет очень большой и яркий, яркий концерт с русской и чувашской программой Да, мы будем очень рады вас всех видеть Так вот, мы очень много репетируем, как мы уже сказали Но при этом успеваем участвовать и на конкурсах, и на различных городских концертах Да, за последнюю неделю мы в трех концертах, да, поучаствовали? Да И в училище, и вне училища, в городских концертах А, да, и на конкурсе Да, надо сказать, что не в холостую мы ездим на последнем выступлении Это была золотая колыбель Колыбель, да, международный конкурс Мы взяли диплом победителя Да, да, мы правда молодцы Давайте, наверное, посмотрим видео как раз-таки о том, как проходит наша жизнь Как раз наших концертов оно познакомит с творческой жизнью студента-фольклориста И как раз поэтому предлагаю сейчас же посмотреть, как это проходит Давайте посмотрим Давайте ПЕСНЯ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да, все-таки готовиться к концертам – это непростое дело. Приходится так многое репетировать. Я вчера себя поймала на мысли, что я возвращаюсь домой вечером, и в голове играют наши песни. Я вижу, как мы там на сцене, что как должны делать, и не удается расслабиться. Вот я в поиске такого подпитывания своих сил. Ну, согласись, это дает определенный тонус, потому что благодаря этому мы всегда чувствуем, что что-то делаем, и не просто так. То есть мы же постоянно выхлоп чувствуем, как это все происходит. Да, но мне все-таки вот интересно, ребята, как вы выдерживаете такой ритм, Дима? Ну, за два года ты привыкаешь и особо уже не замечаешь. Ты полностью окунаешься в все это. То есть это твоя жизнь, можно сказать, сейчас... То есть твоя подпитка – это и есть репетиция. Да. Ты с этого берешь силы. Здорово. Камила, а ты вот только начала свой путь вместе с нами, да? Первый год, как тебе? Роль артистки. Да. Я только начала учиться с вами, но уже чувствую, что это не самая простая профессия. Она требует большой самоотдачи. А ты чувствуешь себя частью этой большой фольклорной семьи, которая у нас образовалась? Да, очень чувствую. Потому что каждый день с вами видеться и... И в училище, и в неучилище. Да. Много времени вместе – это всегда сближает, на самом деле. Нас объединяет, это все. Ну, вот мне удалось сделать некоторые кадры перед нашим выступлением, недавним, в Доме дружбы народов. И хотелось бы, да, и показать телезрителям, как мы настраиваемся на выступление, на концерт, какая атмосфера у нас за кулисами царит. Ты все засняла? Ну, кое-что. Ты шпионка. Давайте посмотрим этот маленький, небольшой кусочек эпизод. Субтитры создавал DimaTorzok Скоро в отоплении. Не знаю, как вам, ребята, но мне очень нравится наш атмосфер. Классный, ребята, так им повезло, что мы вместе с вами со всеми учимся. Вообще, после этого видео, после просмотра этого видео, сразу вспомнилось то томительное, изумительное, можно сказать, ожидание выступления. Перед выходом из таких, как, Дима, ты нас развлекаешь перед выходом на сцену, бывает, своим битбоксом. Это так, да, называется? Ты про это? Да, это про это. Вот все-таки такой вопрос возникает. Почему вы вообще выбрали такую специальность, эту профессию? Занимаетесь фольклором, изучаете народную традицию? Что вы чувствуете, когда народные песни исполняете? Камила, вот как ты себя ощущаешь, когда ты надеваешь народный костюм? Когда я надеваю народный костюм, ощущаю себя хранительницей народного творчества. Это очень торжественный момент. Я этим очень горжусь, что именно попала к вам, к вашу семью. Мы ведь все вместе. Мы тоже очень рады, на самом деле. Ты можешь что-нибудь спеть для нас из своего любимого? Нам было бы очень приятно послушать твое пение еще раз. Да. Ух ты. Ну вот, у меня опять побежали мурашки. У меня побежали мурашки, знаешь, что меня больше всего поражает? Вот сидят перед нами обычные, современные, парень с девушкой. И так приятно наблюдать, что именно такие ребята занимаются фольклором. То, что именно благодаря таким ребятам, как Камила и Дима, как мы с тобой, этот фольклор, он передается дальше, он живет. Да, традиция живет. Но все-таки интересно, Дима, про тебя побольше. Почему? Что тебя в этом так привлекает? Я знаю, что даже татуировки, которыми ты себя украсила, они ведь не простые. Они несут какой-то смысл в том числе. Мифологические. Мифологические, можешь немножко рассказать. На этой руке у меня набиты языческие боги. Тут Лада, Велес и на плече еще два рисунка. А почему тебя? Чем привлекает вообще народная культура или история, или традиция? Ну, вообще фольклор занимает не последнее место в моей жизни. И мне безумно нравится, как звучит песня в народном исполнении. Весь быт наших предков, их жизнь. Это очень сильно увлекает. И когда ты начинаешь это изучать углубленно, когда ты пронизываешься всем этим, ты ощущаешь себя по-другому. И это в корне меняет и твою жизнь, и твое отношение к этой жизни. Вот я хотела бы поддержать, что я тоже себя по-другому ощущаю, углубляясь, как бы более связь глубинную с корнями, с предками. И это полноту жизни, что ли, какого-то придает? Больше, чем полнота жизни, я бы даже сказал. Самое крутое ощущение, которое испытываешь от занятий фольклором. Ну, если вот прямо про меня говорить, то это то, что ты это все впитываешь в себя. Впитываешь как губка. И потом это все выходит из себя вот так вот. И самое классное, это когда слышишь народную песню, когда ты тоже ее поешь, но при этом самого себя ты уже почти не слышишь. Слышишь только хор. И этот голос, обилие этих голосов, которые вместе сливаются. И это задевает, ну, как сказать, какие-то особые струны в наших душах, что ли. Потому что это вызывает такой отклик, бурный. Да, причем даже не всегда для этого важно понимать язык. Я вот, например, чувашским языком не владею, начинаю его изучать через песни. Но когда я слышу гостевые или хороводные песни на чувашском языке, что-то происходит. Вот опять эти мурашки поднимаются. Как будто мы в самой песне, есть как код какой-то, да, зашифровка, которая прямо в генах где-то у нас заложена. Это откликается, все время народная песня дает отклик. Кстати, здесь ты очень правильно сказала. Не обязательно понимать, какой язык. Потому что музыка – это же универсальный язык, который понятен всем. Наверное, дело в самой музыке прежде всего. Ну и, вот, особенно, ну все равно, знаешь, как-то я вот сижу, думаю порой, как-то песни, которые звучат на родном языке, они выше, что ли, задевают. Вот Камила сейчас пела эту чувашскую народную песню, довольно известную. И вот прям как будто это нечто, связывающее нас с бабушками, с матерями даже. Потому что это как, даже не знаю, как сказать, как мамы же в детстве поют нам эти песни, когда музыки, они колыбельные. Да, 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 именно так. Ну, хочется сказать, отметить, что большое внимание уделяется изучению культуры. Мы видели это и в Нареевске видео, но мы знаем вообще, как наши концерты происходят. Мы выносим на сцену культуру, традиции, все, что сохранилось. Да, студенты собирают и песни, и танцы, и обряды. Дима с этим уже знаком. Фамилия-то только предстоит, но тем не менее. Отделение наше уделяет огромное внимание о родной культуре, вообще с сохранению родной культуры. Поэтому я сейчас предлагаю посмотреть эпизод с прошлогоднего государственного экзамена «Чувашская свадьба». Мы как раз ставили его. Поэтому давайте посмотрим, что уйти. «Чувашская свадьба» «Чувашская свадьба» «Чувашская свадьба» «Чувашская свадьба» «Чувашская свадьба» Леш, тебе как большему специалисту среди нас, поясни, пожалуйста, для наших телезрителей какие-то отдельные эпизоды, которые мы увидели в нарезке, да, чувашеская свадьба, традиционная чувашеская свадьба, что там было? Да, здесь мы увидели разные эпизоды, как раз-таки и верховые чуваши были, как раз постройка шилик стояла из рябины, миниатюрная модель мира, древние чуваши же представляли, что мир он квадратный, а посередине стоит древо жизни. Ну и здесь это все было представлено, вот шилик из рябины, потом, что мы там еще увидели? Мы увидели плач невесты, очень красивый обряд, это уже низовая традиция. Да, я тоже слышала отзывы с этого концерта моих друзей пришедших, говорят, трогательно было там, чуть ли не плакали женщины. Да, наверное. Вот, Дима, ты сам участвовал в этом? Для тебя какой самый момент, вот на сцене то, что мы делали, инсценировку чувашеской свадьбы, как самый трепетный момент какой-то для тебя был? Ну, наверное, когда невесту выносили. Забирали? Вообще выносили или выносили? Выводили. Выводили, да. А у меня еще все вот эти моменты с молитвами, благословением родителей, и мы в момент, что сами на колени оставались, что-то поднимается особенное. Это маленькие детали, которые выносятся на сцену, они и придают вот этот вот особый колорит, благодаря которому, наверное, наше отделение, наше отделение сольного и хорового народного пения становится своего рода очагом-хранителем чувашской народной культуры. Да, в каком-то смысле я с тобой соглашусь, Клюша. Нам и педагоги так говорят, что мы то поколение, которое сейчас в это себя впитывает, и задача в том, чтобы это передать. И вот наше средство это передать через песню, через сцену, да, пусть инсценировку, ну, хотя бы таким образом сохранить. Да, но при этом ведь среди нас не только чуваши, как бы мы сами видим, и русские, и татары, и татары, да, и каждый может погрузиться в свою культуру. Да, мы изучаем, и с культурами друг друга, таким образом знакомимся, это нас объединяет, делает одной. Большой дружной семьей, наверное, поэтому мы такие дружные с вами все, наверное, на этой прекрасной ноте мы можем завершить нашу передачу. Большое спасибо, но вы не переключайтесь, нас еще ждет видеопривет от нашего большого коллектива, отделения сольного и хорового народного пения. Вот и видеопривет и приглашение на наш концерт. До свидания. Чебель, Ёлорь. 16 ноября в 5 вечера в Большом зале Чебоксарского музыкального училища имени Федора Павлова состоится большой юбилейный концерт нашего отделения сольного и хорового народного пения. Всех любителей народной музыки ждем по адресу Московский проспект 33, корпус 1, остановка кинотеатра «Сеспель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова